История, как известно, не терпится слагательного наклонения. А значит, и учебник истории должен быть единым для всей страны. Об этом президент заявил уже больше года назад. Нужно на конкретных примерах показывать, что судьба России создавалась единением разных народов, традиций и культур. Добавлю, что учебники для школы должны быть написаны хорошим русским языком и не иметь внутренних противоречий и двойных толкований. Это должно быть обязательным требованием ко всем учебным материалам. Разработка нового учебного пособия единого для всех регионов нашей страны была поручена министру образования Российской Федерации Дмитрию Ливанову. И до сих пор внятных результатов нет. Накануне 1 сентября, то есть в тот момент, когда нужно было отчитываться о проделанной работе, министр заявил, что Миноборнауки и вовсе отказались от введения единого учебника. С таким положением дел не согласны по всей стране. И в Иванове тоже. В городе прошла масштабная акция за введение единого учебного пособия. Ну, как вы понимаете, в нынешней ситуации, когда градус лжи просто зашкаливает, единый взгляд на единую историю нашей великой страны очень важен. Мы видим, к чему приводит лживая информация, которая годами всаживается в головы наших братьев-славян и не только. Мы видим последствия, страшные беды, которые это влечет за собой. Очень-очень важно избежать разрухи в головах. Именно на это был направлен указ президента Путина, который, к сожалению, господин Ливанов, наш министр образования, не выполнил. Пока единого учебника нет, считают пикетирующие, среди которых как взрослое поколение, так и молодежь. Единственной стороны не может идти и речи. При таком положении может создаться ситуация, когда через 3-4 года в наших учебниках о ситуации на Украине, в частности, мы увидим такие слова, как сепаратисты, антитеррористическая операция, аннексия Крыма, вторжение России на территорию суверенного государства Украина и так далее. И это будут читать наши дети и не только. Этого допустить нельзя. Сейчас в России порядка 60 рекомендованных к изучению школьных учебных пособий по истории страны. И во многих данные разнятся. Педагоги уверены, приведение образовательной базы к одному знаменателю положительно скажется на качестве обучения. Некоторые учебники пишут таким образом, что, в общем-то, и как-то даже не представляешь себе, что учителя могли к этому руку приложить. Учителей как будто вообще не спрашивают. Я думаю, это многие проблемы бы исправило в нашем образовании, потому что недовольство иногда возникает у родителей, а весь негатив, как всегда, в сторону школы. Ивановцы надеются, что вскоре единый учебник все-таки разработают. Тогда и проблем с тем, что каждый автор толкует историю по-своему, не будет. Ведь именно образование детей – тот фундамент, на котором строятся будущие страны.